И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, всё так же на официалках, всё так же выживалка. В общем, что же произошло с последнего видео? Мало чего произошло, я сделал наконец сортировку себя в инвентаре. Здесь у меня лут, здесь у меня лут, а здесь у меня всякий хлам. Это созданные предметы и рецепты. Создал ножницы, как вы видите, и теперь всё просто замечательно. Шляпу, так, и помахать другую. Надо в банку ставить. Вот, не то, не то, не то, опять не то. Вот, как видите, я сделал себе прическу, и она со временем отрастёт. И это просто замечательно. Так, что у нас дальше? Что у нас дальше? Немножечко покачался птерчик, покачалась, если быть точнее. Сейчас вес 185, и всё как бы хорошо. Повозился с удобрениями и поскидывал удобрения. Осталось ещё одно вверх. Сделал пять бутылок с водой, четыре для грядки и одну для себя, на всякий случай. Вот, и вот она удобряшка. Да-да-да-да-да-да. Я ждал, когда она сделается. Должна была прям вот-вот-вот-вот-вот, и, собственно, вот она появилась. Походил немножечко, пособирал как уляхи, то есть, как бы, ничего, так сказать, сверхъестественного, но немножко тяжеловато всё это бегать. И вот в таком замканном пространстве собирать и так далее. Собственно, к чему я клоню? Пора. Пора уже мне начинать думать о том, чтобы построить капитальную базу. И в этом, пожалуй, вся загвоздка. Капитальная база, это не так-то уж и просто. Но, чтобы сделать её, нужно, во-первых, разведать территорию, а во-вторых, добыть нужное количество ресурсов. Если с ресурсами более или менее понятно, что нужно делать, и для чего, вообще как, зачем и почему. То есть, как бы, вроде бы как, всё просто замечательно. А вот с территорией всё намного хуже. Скидываю, да, собираю немножко в кокулях, с периодичностью пытаюсь сам пострадать. О, отлично. Вот. И вот, ой, даже три. Замечательно. А, блин, исчезла. Ну, да, и бог с ним. О, дилка спасает всегда. Собственно, если в... Как я уже сказал, с ресурсами всё понятно, то с территорией не так уж и всё понятно. Где можно строиться, зачем, почему могут зарейдить и так далее. Так, ну-ка, давайте глянем. Соломка. Соломка. Всё замечательно. В общем, просто так строиться нельзя. Кстати, что у нас тут с едой? С едой у нас местца маловато, да. Поэтому сейчас нужно будет ещё и местца добыть. Для этого мы полетим на перчике. Ну как полетим? Пойдём. Пока что пойдём. А потом уже полетим. Так. Кстати, помните, у меня вот эта... Крыша гуляла, там, полздание так, полздание так. Короче, полздание считалось, полздание нет. Суть в том, что, конечно же, во-первых, нужно было перезайти. Я уже не раз с такой фигнёй сталкивался. Особенно часто бывало у меня, когда вроде бы на кицале всё стоит, постройка. Ты уходишь, а постройка осталась на месте. Суть в том, что я обычно, не знаю, может быть и без возврата проканывает, но я обычно назад возвращался и всё нормально. Здесь же у меня, конечно, надо было снять мини-ролик, сделать. И оно всё равно. Ах, чё-то затупил. В общем, суть в том, что у меня половина здания осталась в воздухе висеть. И не просто здание. Там шкаф, стол, одна из... Один из ящиков остался и так далее. В общем, короче, половина стенок, туда-сюда, пару крыш. В общем, так смешно было. Ну и я на место всё вернул, игру перезапустил и всё на месте. То есть, ну как, я сам плотно на место вернулся, причём на то место, на которое нужно. И всё хорошо. Так, что же сейчас мне нужно сделать? Ну, во-первых, как вы уже поняли, я хочу немножко полетать и добыть места. Во-первых, ну, птерчику надо. Вот. Так как ей тоже нужно чем-то питаться в полёте, она же не может на голодом пайке быть, к примеру, как я. Вот. Либо питаться ягодой. Нужно мясо, обязательно мясо. Без вариантов. Да. Проблемка. Чё-то как-то убить не могу. И снова дождь. Кстати, кто-то, так сказать, люди нередко говорят о том, что на центре постоянно дожди идут. Нет, на центре дожди не идут. Постоянно это, так сказать, ошибочная версия. А вот, и ещё... Вот это вот то, что у меня было чёрное небо, это оказывается нормально. Это баг, по ходу дела, был с 3DX, и поэтому как бы всё было вот так. Я просто думаю, так я быстрее убью и больше добуду. Вот, поэтому решил именно так сделать. Вот и еда. Вот, поэтому как бы всё легко и просто. Кстати, яиц дила у меня уже 10 штук. Это здорово. Это, считай, 10 корма для анкилки. И 13 корма, это, если не ошибаюсь... Короче, 20 корма, это примерно для... 50-90 левела примерно хватает 20 корма. Так что, я уже иду к успеху. Так, мясо-то я налутал. Но я его не взял. Так, так, так. И тут тоже заберём. Зачем? Лишнее хламить. Так, теперь... Наскидываем к себе. И вот так вот он. Даже так вот он. И... Сделаем вот так вот он. Немножечко продлим жизнь. Это застакаем, застакаем. Это застакаем. Вот, с периодичностью вот так вот обновляю. Пускай. Пускай лежит так, как лежит. Кстати, да. Все семена я сложил сюда. Место теперь освободилось. Думаю, почему бы и не положить именно туда. Кожа. Не кожа. Кожа идёт сюда. Отлично. Что же дальше? Что же дальше? Во-первых, не вижу смысла в инструментах. Босс пригодится. Хотя, пускай будет в топорении. Ну ладно, пускай будет всё. Нужно сделать парашют. Но для этого надо сначала парашют изучить. Дальше мне нужна кожа, солома, волокно. И я думаю, мне хватит трёх штучек. Чего не хватило, а солома не хватило. Ну, это фигня. О, трёх штучек хватит. О, трёх штучек хватит. Вода есть. Еду осталось только взять. Я думаю, я думаю, я возьму морковь, конечно, идея хорошая, но я возьму всё-таки грибочки. Да, они дадут мне слепоту, но всё же. Затем можно взять ещё яйца до-до лучше. Да, давай. Ну, лучше вот так вот. И грибочки пускай лежат до лучших времён. Всё-таки яйца у меня полно. Вот. Приходится яйца полно, почему бы их не хавать? Такс. Ближе. Пускайся вниз. Лё. О, молодец. Вот. Да, вот он. И, кстати, да, Бронтальд здесь заспавнился. Даже как-то прикольно. Я редко спавнился, если честно. Часть всего на том, устрою спавнился здесь не так уж и часто. По крайней мере, сколько я здесь развиваюсь и живу здесь в первом разе спавнился. Вот такие вот два. Ну, ладно, погнали, потихонечку расследуем территорию. По-исследуем немножечко территорию, а именно те места, где я был бы не прочь построиться. Кстати, тоже, опять-таки же, послушал обнову. Полезно всё-таки послушать, почитать, посмотреть обнову. Нефть, которая находится в зиме, даёт на 20% меньше, нефть, которая находится в воде, даёт на 33% больше. Что-то типа того. Насчёт цифр не уверен, но факт остаётся фактом. О, так вот ты где построился. Да мне сильно далеко-то, однако. Ну, тот соседушка, который там бегал, которому я рецепт скинул, скинул. Вроде бы это он. Так, ну ладно, здесь-то мне как-то кого-либо, что-то когда где, я здесь и строиться не собираюсь. Хотя место-то неплохое, наверное, но я строиться не собираюсь, это уж точно. Что у нас здесь? Ох, как я помню, я в самом начале своего развития играл на пвп. И прятался, прятал свой плод, домик за камнем. Это я тяну, жопу, сраные ублюдки. Вот, прятал свой домик за камнем. Это было вот где-то там, я строил корабль. Ох, господи. Если вам интересно, то, конечно, можете посмотреть мои первоначальные видосы. Насчет плейлиста на ютубе я вам сказать ничего не могу. Я не помню, на каком серии, на какой серии я что-то забил на добавление в плейлист. Но надо обновить, кстати, добавлять все туда на место, так сказать. Вот, а вот ВКонтакте плейлист, да, альбом, если по-простому говоря, там все как положено. Все подряд, стараюсь все добавлять и на стену ВКонтакте тоже стараюсь добавить. То есть, в своевременно. Вот, нередко бывает, что на следующий день добавляю, но все равно, более-менее своевременно добавляю все это дело. Погнали, погнали. Посмотрим, что-то, когда, где. Кстати, вот здесь вот островочек вполне неплохой. А прятался я... Ой, я не помню уже, где я прятался. То ли здесь, то ли там. Вроде где-то там я прятался. Это я про то, что... Где я свой плод прятал. Блин, было смешно, естественно. Сейчас я уже осознаю, что это когда-то где, и ему уже становится как-то смешно. Так, циркуз. Ничего нет, да? Ну, глупо было на что-то надеяться, но уголь хотя бы. Даже уголь сперли. Эх, такие же, как и я. Даже уголь готова спереть. Ну, в том плане, что уголь-то нам тоже нужен. Такие порох из него делается. Ладно, погнали. Кстати, подлетая здесь, специально сюда подлетел. За развитие, то есть за снятие серии, я не знаю еще до сих пор, точнее, до сих пор понять не могу, за что мне кинули страйк, но та самая злощадственная, 23-я серия была про развитие здесь, да. Вконтакте ее можно посмотреть, там она, как говорится, через рекламу, но просмотреть можно. Вот, а на ютубе она до апреля, до августа, она заблокирована. Вот, поэтому, как бы, страйк он в Африке страйк, и, ну, в августе, в середине, в середине августа, и это видео разблокируется, но и до сих пор не знаю, за чего мне кинули страйк. Ну, дебильное ТВ, не знаю, почему. Ну, там оно так называется, ну, конечно, не так называется, я не помню. Я помню, я помню только от этого всего, только помню ТВ. Вот. Такие его дела. Да, у меня даже есть страйк. Не просто авторские права, целый страйк. Хм, циркус везде, если в что-то пошло. Да, уж реально не везде, везде они что-нибудь да построили. Какой-нибудь котел, костер, такое ощущение, как будто это трайп детишек, и где вижу, там и строю. Точнее, где появился, там хоть что-нибудь да построил. Будет как хули, но я должен построить обязательно. Так, что я сейчас хочу сделать? Слетать туда, но, как видите, деревьев я не вижу. Вы, я думаю, тоже не видите. Вот, это означает лишь одно. Там постройка на всю территорию. Так ли это? Узнаем через пару секунд. Ну, раз был жесткий пролаг, то стоп отсюда, в твою матерь божью. Да там настолько грандиозная постройка, что просто как биздец. Супер гентлемент. Джентльмен. А, супер джентльмен. Да уж, во-первых, огромная партия плотов. И я думаю, здесь как раз таки, даже ближе не хочу подлетать. Я думаю, здесь как раз таки альфа-трайп сервера и находится. В грядках 100% находится это. Ну, вы поняли, короче, растения и так далее. Тэг ворота, тэг же ворота. Да, тэг рама для ворот и так далее. В общем, туда подлетать я даже близко не хочу. Там 100% находится альфа-трайп. И там мне точно ловить нечего. Я там подлечу просто задохнуть. В этом вся загвоздка. Я теперь понял, почему в зиме мало что строится. Я думал, блин, а почему здесь так мало строится? Я хотел же вид на записи, когда я думал, блин, а почему так мало строится? Ну, блин, теперь понятно. Альфа-трайп все-таки как-никак. И я думал, он всех зачищает. 25-й левел Кицель. Блин, неплохо. Вот такого самого идеально томить. Да уж, было бы здорово тебя притомить, чувак. Ну, да и ладно. Так, что есть у нас? Опять Цирртус. Ну, вы посмотрите, он везде, везде какое-нибудь говно, да, построит. Реально, везде какое-нибудь говно, да, построит. Ну, это просто дурдом какой-то и сумасшествие. Так, ну-ка, лестница есть? Так, погодим. Лестница нету, зато дверь открыта. Отлично. Давайте посмотрим, что там. Нет, конечно, было что-то с чем-то. Кстати, какой, блин? Эм, вот. Ну, окей. А, все равно вода. Вот так получилось. А, черт побери. Короче, не будем страдать фигмей. Сядут сверху, а потом просто призовут. Ну, все, баня. А, ну да, я же могу и сверху призоваться. Затрыгнуть. Я надеюсь, здесь ловушек нету, я здесь не сдохну. А, посмотрю. О, да тут ресурсы есть. Здорово. Вот металл возьмем. Спасибо, очки. Здесь, типа, чтобы управлять. Здесь генератор. Генератор. А, для чего тебе генератор? А, ну да, освещение. Оооо. Здесь даже есть ресурсы. Ой, да ладно. У меня даже непрерывное желание появилось что-нибудь схватить. Офигеть. Патрончики нет. Патрончики надо будет обязательно взять. Считайте меня кем хотите, но, блин, нифига себе. Мегалания так сильные. Дорфею показывают, что вы чего-то стоите. Ага. Это скин. Слава. Не, говорю, считайте кем хотите, но я считаю, что если я не возьму, то другие возьмут. А эти патрончики мне пригодятся. Если я буду ставить турели, да и в целом винтовка, к примеру, если появится у меня, то почему бы и нет. А, кстати, кератин надо будет взять тоже пригодится. Шерсть я брать не буду. Это все дело набьется. Здесь. А здесь вот это пригодится мне. Не вижу смысла брать. Только на витарь хватит. А вот самому пригодится, так как я на какахуле, блин, я все потратил. Практически. Ну что, здорово. Я не буду все зачищать. Как бы смысла я в этом не вижу. Все это брать дело. Но только если я потом здесь буду мимо пролетать, так сказать. Тогда я все заберу. Такс. Вот. Вот и погнали. Так, погоди, 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 погоди. Здесь костер вижу. Эээ, дал... А, тут еще люк был. О, блин. Нифига себе. Я думаю, что за фигня. Лешка пригодится. Йеп. Ну, кстати, да, я по чем мог и здесь забраться. Ну, да, и блок с ним. Да, немножко озолоте есть, можно так сказать. Давайте посмотрим здесь. Ну, судя по количеству деревьев, здесь все нормально. Да, это что же деревьев? Да, это тоже деревья. Здесь все нормально, здесь все пучковно. Ну, да уж. Так сказать, немножко грабанули и... Немножко золотились. Это здорово. Это очень даже здорово. А, погоди. А, вот там фундамент стоит. Опять циртус. Да, господи, они везде. Они реально везде. Ёп твою ж мать. А вот этого я не ожидал. Прикиньте. Я даже не знал, что там есть вход. Интересно, кто меня убил. Вот так вот. Долазился называется. Слушайте, я реально не знал, что там есть кто-то. То есть там вообще есть проход. Нифига себе. Вот бы я построился. Нет, слава богу. Я вообще собирался вот там, где этот... Господи, где водопад? Вот на этих подъемах. Я там вообще-то собирался строиться. Прикиньте, около такого трайба построился бы. Да уж. Весело. Весело, я вам так скажу. Ну, что поделать. Терчика потерял. Да. Терчика потерял. И, как бы, конечно, это такое себе счастье, я бы так сказал. Ну, а что поделать. Так, давайте попробуем туда сгонять. Так, вот этот. И посмотрим, получится ли у меня сейчас туда добежать. И попасть. Вот. И получится, не получится. Потому что я, если честно, хочу посмотреть, что там вообще творится внутри. М-да уж. Два альфа-волка практически в одном и том же месте. Буквально пару метров разделяет их. Ах. Бррр. И тут я сразу же вспомнил. Ага. Количество альфа-чей на карте увеличено. Бла-бла-бла. Все дела. Как-то слишком много. Гиг. Да ладно. А что, я их вообще не видел. Да уж. Одно я могу сказать. Теперь у меня есть чем заняться. Ну, томить птерчика по-новой. Вот. Ну, томить я, конечно, буду. Уже не на запись, как бы. Я уже томил. И смысла в этом не вижу. Но вот. Но одно я точно могу сказать. Я буду искать большого левла. Это уже 100%. Я буду искать большого левла. Себе птерчика. И. Аргентавис, к примеру, тоже не помешал бы томить. А вот Аргентавис я, наверное, буду томить на запись. Циртус. Долбанный циртус. Ей богу, циртус. Долбанный циртус. Я даже, знаете. Мне так кажется, как будто там база 100%. Там стоит база циртуса. Я даже, знаете, не удивлюсь, если б это так и будет. Если там будет реально база циртуса. Ну, блин. Знаете, хоть я дал к ней ходил. Я что-то даже уже и не сомневаюсь, что там база циртуса. Циртус, блин. Циртус, блин. Но я эту надпись переследую по всему этому. По всей этой карте. Циртус. В натуре. Ну, да и ладно. Я уже почти добежал. Эх, проземлился по речку. Так. Да. Да, там, там, короче, нафиг. Немножко непонятно. О! Да ладно. А здесь уже сухота. Ну-ка, здесь. Оп. И вода. Оп. Кстати, ни разу не знал. Ни разу не знал. Значит, здесь можно построить, если что. И находиться прямо под водой. Ха-ха-ха-ха. Ё-па-с-это. Подожди, очкова слишком сильно. Эх. Полетели. Ёптель-моптель. Главное, улететь тут подальше. Да, вон, наибазы вижу. И все вижу. И сейчас меня пристрелит, наверное. Эх. Ну, одно хорошо не разбился уже. А да, уж, если я доберу до своей сумочки, это будет очень даже сильно здорово. Чего? Хе-хе-хе, там есть жиротва. Черт, побери, я сейчас просто за голодухи сдохну. Либо оглушусь и под водой задохнусь. А, погоди, погоди, погоди. Выносливость, выносливость. Ну, давай посмотрим, получится ли у меня доплыть до своих шмоток. Нет, не получится. Не сто релька стоят так, что просто при подплыве к ним сразу же вздыхаешь. Ну, что я могу сказать? Разведка показала, что все очень даже плохо. По крайней мере, там, где я хотел строиться, вот здесь вот, около этого водопада, то, что остров будет занят, это сто процентов, я знал. Это даже без вариантов. Но то, что под водопадом там можно строиться, и там вполне нехилое такое место для постройки. Этого я никогда не узнал бы в жизни, если бы не вот этот вот случай. Даже если бы я бы это увидел, я не думал, что там можно построиться. Да, оказывается, можно. Что дальше? Остается проверить только свою территорию, там, где я строился раньше под землей. Но до туда больших делов добежать, в этом-то и вся загвоздка. Да уж, где же еще можно построиться? Как вы думаете? Да уж, я даже не знаю, наверное, посижу по дому пока что. Ну, это, чтобы серию не затягивать сильно, я лучше посижу по двору. Да уж, бегу я, в общем, как вы поняли, близь к зиме также снежный биом, хард, но только южный снежный биом. И вспоминаю, а с этой стороны летел Китсаль, помните в прошлой серии? Я очканул, а от Китсаль оторванул. А он же с этой стороны летел. Что означает, где-то здесь построен такой же нехилый трайп, назовем это так, вот, который, ну, хоть не здесь, вот, Циртурка. Стоит нехилый трайп, который, ну, так же меня может вальнуть в итоге. Да. Че, пока что у меня все это дело не воодушевляет вообще. Вот, но все равно я пока что в надежде на то, что я доберусь куда-то чуть-чуть подальше, нежели могу, и все-таки проверю ту самую территорию. Проверил территорию. Видно ли, что-то наверху стоит? Да у меня там безопаснее, нежели здесь. По периметру сраное количество пучек стоит, судя по освещению, там еще и тэковское что-то стоит. Ах, просто кошмар какой-то. Да, уже, походу, дело реально, вот, где я там построился, где-то в том районе и строится. Это единственный вариант, по-моему. Только занимать какой-то из островов? Не, рядом с лучом. Ну, это обязательный фактор. На этом с лучом строится точно бесполезно. Вынесут на раз-два. А вот, и как бы уже думать, кто там светится. Да ладно, стадо лазавров, что ли? Твою мать, волк, сраный волк, епта волк, сраный волк, нафиг тебе, пошел в жопу. Я вспомнил, там, типа, баф раскидывается, дела какая-то там скотином, да, пошло, оно все взад. Ай, я еще взбал. Что-то мне нравится, мне вот здесь освещение такое, хорошее, яркое, явное и так далее. Что-то мне кажется... Мне не зря кажется. Да. Мне реально не зря казалось, там тоже сидит в трайп. Вы умерли, я умер от... чего-то. Меня, наверное, что-то подстрелило. О-о-о-о, фа-кин счет. Да что ж, она, я не везде-то построена, а? Ну да, остается реально какой-то из этих островов занять и пытаться на нем выживать. Ну, либо еще здесь... Либо здесь... Либо здесь, где-то в секвое. М-м-м-м, да уж. Чую я пока что еще буду в этом домике сидеть и дальше. Тем более мне птер надо томить по-новой. Ну что, попытка номер два. Пытаться прорваться куда-то дальше. Чем я прорвался в прошлый раз. Такс. Такс. Ага, вон они эти чубрики бафнутые. Мне нужно прорваться туда. И прыгнуть в воду. Их видите, я уже... Может и не видите, но видите, и возможно я уже в каменной... В каменной, блин. В тканевой одежде. Да. И как бы... Зря тратил на это время, если честно. Я просто... Эх, вот, смотри, это обычный водами. Ну, так зеленым зажегся. Это просто видно, что было. Я просто потратил время и потерял хп. С одной стороны. Ну, и с другой стороны, если я добегу куда мне надо, то все будет хорошо. И я... Они будут... Не буду дохнуть от холода. Такс. Черт побери. Надо куда-то выше забираться. Я так не вижу, куда я прыгаю. Ёптель-моптель, еще и волки за мной конкретно увязались. Пошли все в жопу. Да, сейчас попрошу, мне конкретно не повредило. Ну, поберегись. Ёптель-моптель. Ёптель-моптель, налево. Да, 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 вылети вперед. Ух, не могу на это смотреть. они нормально сушить я падаю туда куда нужно вот там база я буду куда мне нужно и не разбился отлично все из-за того что дно далеко поэтому я не разбился черт побери это 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 безумие какое-то у нас волк волк он за мной спрятал козел козел ты волк козел я тебе так скажу или волчица в общем козел ты он сидит а на дне теперь были жалко вообще-то и волк волки не прикольные вы устали вы устали вы сейчас чертям собачьи просто захлебнетесь потому что вы устали ну кстати да я теперь от холода не дохну потому что у меня есть тканевая одежда и я начну сейчас захлебываться и в итоге сдохну прямо на берегу да практически на берегу я сдохну нет нет давай живи ползи беги черт побери черт побери реально это это просто какая-то подстава это просто волк конечно жалко волк 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 и не прикольный отлично черт побери мистер бы конечно тяжело но жить можно отпустила реально отпустила куда жить можно потихонечку сейчас хпшечка восстанавливаться отлично и надо стамину срочно установить а волку все-таки жалко но я ничем мы уже не помогу да ошибаться под водой база под водопадом под везде и база везде я как говно везде печально отлично погнали потихонечку ну мешальки они не должны агриться вот пока я к ним в упор не пойду так сказать пока я их не спровоцирую агриться они не будут пусть это шмотки не зря хотя бы сделал на том хорошо мне теперь эльфир не замерзаю мне просто холодно на том хорошо уже хоть как-то получше немножечко нужно подсобрать область еды соберу ну за мной никто не гонится это уже хорошо это уже хороший знак главное чтоб сейчас рекс сверху меня на бушку не свалился я жалко я очень жалко ну да и ладно погнали дальше кто выключил свет блин честно непривычно вот эта фигня когда просто вырубается свет и вырубается прям редко и все и тима это просто как биздец честно непривычно но зато вот старый добрый старое доброе освещение кристаллами всегда спасает да пытаясь выживать на ягодах вроде как получается потихонечку добежал хотя вот обезвоживание уже заработал но это все фигня и все честно потому что я знаю что впереди там озеро и главное на него добраться посмотрим посмотрим есть там кто живой нет там кто живой в том плане что база не база ездить нет сюда моя дорога и будет лежать вот я очень рассчитываю на то что здесь нет баз никаких потому что я больше не знаю где еще можно строить нормальному так что было хорошо но для начала надо водой попить так жемчуг не собранный значит здесь нет в ближайшее время никого не было а вот плот уже стоит и это плохой знак 54 рус это снова сибирском сразу видно да уж ну давайте пробежимся немножечко о еще плот но это платы для сбора жемчуга это сто процентов вряд ли кто будет просто платы строить ужас летает здорово да ну ладно посмотрим нет не еще раз нет черт побери там все построить все застроено и вполне такая неплохая база видите там турелька стоит стопудово там наверху здесь все хорошо застроено хорошо освещено и так далее здесь мне тоже не судьба в общем народ я реально не знаю где строится ладно 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 еще раз ладно будем строиться короче там где я живу сейчас на какой-нибудь из островов вот и собственно что еще все все на этом уже точно все эх ну как еще быстрее дали браться я думал здесь вода появилась не нифига не появилась вера жалко здесь все закрыто здесь построиться негде можно так сказать здесь все закрыто водопад закрытый здесь не вижу смысла в лесу в зиме вообще не вижу смысла строится остров может так сказать запретная зона редвуд я не выживу лава не выживу здесь зима не выживу джунгли остается только и два острова все то есть остается вот эта центровая карта а это означает там где я жил там и буду жить ух ладно и говорится птерчика просрал и миссия выполнена ну да и ладно что уж поделать даже как это грустно теперь с птерчиком ну буду строить базу буду строить базу развиваться и собственно пытаться добиться чего-то большего нежели у меня есть сейчас на каком нибудь из островов буду строиться выберу такой не сильно большой к примеру вон тут остров почему бы и нету маленький островочек вполне неплохо на нем построиться можно и обороняться уже вполне легко то есть отстроиться вокруг легко попробуем попробуем наверно там и построиться да и ведь самое главное что стоит из этой ситуации подчеркнуть где бы ты не пытался что-то найти что-то лучше что-то хорошее где бы ты не искал куда бы не бежал куда бы не плыл куда бы не летел и все равно то самое что ты ищешь уже давно всегда у тебя под носом вот я сколько на этом месте выжил уже я реально я уже наверное неделю ну почти неделю я вышел на этом месте да это просто несколько серий подряд снимаю я уже практически неделю выжил я сегодня вот этот плот оставлю еще раз на ночь то есть у меня этот плот два дня выжил тот плот два дня выжил и межплотие можно так сказать уже пять дней пять дней я выживаю на этом месте и меня не зарядили завтра будет шестой день и это означает лишь одно нужно было сразу же брать это место так сказать под крыло и строится тем более тут островок мне всегда очень нравился сколько я вот здесь уже выживаю мне он нравится тем что там всегда два трайка два раза проходит и мелочи ах ладно народ такие вот дела в общем место самое главное я себе нашел так что миссис в серии выполнена ну а я на этом уже с вами буду пожалуй прощаться как говорится всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайки комментировать ну и конечно же делиться моими видео своими друзьями на этом все всем удачи всем пока всем счастливого добра всем пока пока